Я этому очень рад, Север Борисович, и глубоко уважаемые коллеги. Я действительно рад этому, но тем не менее организаторы, мне кажется, сегодняшней конференции абсолютно оправдали ее название, потому что белого дня-то мы вообще не увидели сегодня. Видите, даже шторы зашторены с 9 до 7 вечера. Останутся только белые ночи. Но перед тем, как мы начнем ими наслаждаться, я бы хотел вам напомнить о важности подавления так называемой оси синтеза андрогенов в организме мужчины в лечении пациентов к конституционно-инститетным раком предстательной железы. Вы знаете, что эра гормональной терапии началась с исследований Чарльза Хагенса, который показал чувствительность опухоли предстательной железы к тестостерону. И с тех пор достаточно много мы уже знаем о андрогенах, об андрогеновых рецепторах, и можем сравнить андрогены как такие дрова, которые постоянно подогревают, иногда больше, иногда меньше опухоль на различных стадиях, способствуя ее прогрессии. И, конечно, вам всем известно то, как регулируется синтез андрогенов в организме мужчины. Вы знаете, что, конечно, в основном большая часть синтезируется в яичках, но, тем не менее, есть андрогены надпочечникового происхождения, синтез которых регулируется не лютимизирующим гормоном, а дренокортикотропным гормоном гевоби. В связи с этим, опять же, патогенетически вытекающие, хорошо вам известны способы андрогенной депривации или блокады андрогенов, но все они направлены, естественно, на блокаду андрогенов ганадных яичек, потому что такой метод, как двусторонняя адреналэктомия, который на заре гормональной терапии рака предстательной железы еще применялся, сегодня, конечно, мы с вами не применяем. И помимо этих двух источников, яичек и надпочечников, оказывается, есть еще один путь синтеза андрогенов, это интракринный путь непосредственно в клетках рака предстательной железы. Из холестерина происходит в результате различных реакций метаболических и происходит синтез тестостерона и дигидротестостерона непосредственно в клетках опухоли предстательной железы. И вот даже если мы с вами подавим синтез ганадных андрогенов, у нас остается как минимум надпочечниковый, и, что самое может быть главное, это внутри вот этот андроген, который синтезируется непосредственно в опухоли. Здесь представлены вот эти реакции стероидогенеза, синтеза тестостерона и других стероидных гормонов из холестерина, извините, пожалуйста, как предшественника. И ключевым ферментом здесь является фермент семейства цитохрома P450, блокируя который, активность которого, мы, собственно говоря, можем выдавить синтез тестостерона в любых органах и тканях, и прежде всего вот в опухолевых клетках. Механизмы развития кастрационной резистентности сегодня изучены достаточно неплохо. Их много, они могут быть не связаны с регуляцией, опять же, андрогеновых рецепторов, но в основном большинство из них, как вы видите, андрогензависимые, то есть связаны с андрогеновыми рецепторами, и поэтому внеганадный синтез андрогенов надпочечниками и клетками опухоли является одним из, может быть, наиболее часто встречающихся и наиболее важных механизмов, патогенетических механизмов развития кастрационной резистентности опухоли. Можно сравнить андрогеновый рецептор с трансмиссией, а тестостерон и дигидр-тестостерон с бензином, как вот вы видите на этой картинке. И таким образом даже вот этот рецептор находится в таком состоянии, что даже минимальной концентрацией, пусть мы подавим синтез ганадных андрогенов, но даже той минимальной концентрации андрогенов, тестостерона и дигидр-тестостерона, которая даёт интригалит, синтез в опухолевых клетках и метаболизм гормонов надпочечника, хватает, чтобы активировать вот этот рецептор и запустить вот эту вот патологическую трансмиссию, которая, к сожалению, приводит к прогрессированию опухоли в дальнейшем и смерти больного. Поэтому одним из основных патогенетически обусловленных путей лечения, методов лечения у больных к конструционным рецептором раком является как раз блокирование синтеза андрогенов на всех уровнях, и ганадных, и надпочечниках, и внутриклеточных. И сегодня мы с вами знаем, что, в общем-то, наверное, одними из основных препаратов, помимо химиотерапии, в релечении к конструционным рецептором раком, являются антиандрогены, так называемые антиандрогены нового поколения. Это абератерон и энзолутамид. И вот как раз препарат абератерон, который мы с вами знаем гораздо лучше, потому что энзолутамид был зарегистрирован буквально месяц назад в Российской Федерации, появится ещё только осенью в нашей рутинной клинической практике. Так вот, как раз препарат абератерон и является ингибитором синтеза андрогенов, биосинтеза андрогенов на всех уровнях за счёт того, что он ингибирует необратимо вот этот вот фермент 17-альфа-гидроксилазов, относящийся, как я уже сказал, к семейству цедохрома P450, который катализирует вот эту реакцию астероидогенеза, он, собственно говоря, подавляет, как вы видите, извините, как вы видите, подавляет биосинтез андрогенов на всех уровнях абсолютно. Но нас в первую очередь интересует вот этот внутриопухолевый синтез и синтез надпочечник, андрогенов надпочечниками. И вы видите, до какого минимального уровня, ну почти до нуля, абиротерон способен снижать концентрацию тестостерона в сыворотке крови. Что мы сегодня знаем из рандомизированных исследований об этом препарате? Ну, исследование, где препарат применялся в первой линии терапии, то есть когда пациенты не получали цитостатической химиотерапии, это исследование 302-е. Вы знаете, что абиротерон применяется в комбинации с преднизолоном, для того, чтобы уменьшить выраженность побочных реакций, связанных с тем, что ингибирует синтез андрогенов и глюкокортикоидов, он по механизму обратной связи усиливает синтез минералокортикоидов. И для того, чтобы предотвратить вот эти реакции, связанные с этим, ну, в ограней мере, уменьшить их выраженность, а именно отеки, гипокалиемия, повышение артериального давления, используется комбинация абиротерона с преднизолоном. И сравнивали препарат плацебо плюс преднизолон. То есть, фактически сравнивали с преднизолоном. И оказалось, что абиротерон привел к значимому увеличению общей выживаемости. Естественно, в исследовании был кроссовер. Больные из группы преднизолона, когда начинали прогрессировать, их переводили на лечение абиротероном. Поэтому вот эти различия, может быть, и не такие, вернее, видные на первый взгляд, но они статистически абсолютно значимы. Был достигнут тот статистический уровень значимости, который был поставлен в начале исследования. Помимо этого, абиротерон приводил к увеличению существенного времени до объективной прогрессии, рентгенологической прогрессии. И вот интересные данные, которые были представлены на Конгрессе Европейского общества урологов в этом году, выделили подгруппу больных с так называемым благоприятным прогнозом в этом исследовании. Это были больные с уровнем ПСА не более 80, отсутствием или минимальной симптоматики индексом глисона меньше 8 баллов. И вот обратите внимание, что вот в подгруппе этих больных выживаемость на фоне терапии абиротероном достигла 53 месяцев. Это 4,5 года. Вдумайтесь, 4,5 года жили больные при терапии этим препаратом. Я немножко не буду акцентировать внимание на деталях. Что касается побочных эффектов, я уже сказал, что типичными для абиротерона являются задержки жидкости, гипокалиемии, и артериальной гипертензии. Но обратите внимание, что тяжелая токсичность 3-4 степень практически не отличалась, частота токсичность практически не отличалась от таковой в группе преднизолона. Поэтому, в общем-то, конечно, есть еще печёночная токсичность, но опять же выраженная печёночная токсичность наблюдается достаточно редко. Однако эти явления требуют определенного мониторинга, предотвращения. И второе исследование, когда препарат применяли после химиотерапии. Есть такое мнение, почему-то я его часто встречал, что после химиотерапии уже ничего эффективно не будет. Однако, посмотрите, в исследовании 301-е включали исторически, оно было раньше, включали пациентов, которые прогрессировали уже после химиотерапии доцитокселом. Дизайн был такой же, сравнивали с преднизолоном. И вот обратите внимание, что эффективность абератерона наблюдалась и после химиотерапии. Причем достаточно существенная, конечно, выживаемость была уже меньше, потому что это более тяжелая группа больных. Но, тем не менее, были достигнуты статистически значимые существенные преимущества в общей выживаемости. Не только в общей выживаемости, естественно, но и во времени до биохимического прогрессирования, во времени до рентгенологического прогрессирования. Большая частота ответа в 6 раз по снижению ПСА и большая частота объективного ответа по критериям РЕЦИСТ. Опять же, если мы посмотрим на нежелательные явления, они все те же. И опять же, 3-4 степень, вы видите, очень редко наблюдалась, практически с такой же частотой, как и в группе преднизолона. Тем не менее, учитывая вот эти вот клубочные эффекты больных на фоне терапии с зетигой, набиротероном, надо, конечно, определенным образом мониторировать. Необходимо в течение каждого цикла, то есть 1 раз в 4 недели, исследовать биохимический анализ крови, в первую очередь, трансаминазы, билирубин. И, конечно, надо мониторировать артериальное давление у этих больных и заранее, перед началом лечения, стараться коррегировать, если у больного есть артериальная гипертензия. Итак, коллеги, хочу просто еще раз обратить ваше внимание, что несмотря на то, что мы говорим, кастрационно-резистентный рак предстоятельной железы, это не значит, что этот рак не чувствителен к гормональной терапии вообще, потому что андрогенные рецепты являют ключевую роль в прогрессии опухоли, и опухоль продолжает быть чувствительной к андрогенам, даже при их минимальной концентрации, которую дают андрогены на почечниках и внутриопухоли, поэтому терапия, направленная на давление андрогена всех уровней, она является одной из самых эффективных в этой группе больных, и поэтому проводить ее как в первой, так и во второй линии, безусловно, весьма эффективно. Благодарю вас за внимание.